Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа, поселок Джимоте. Это Пионерский проспект 104D. Дорогие мои, мы сегодня посмотрим отель, который называется Дюна Джимоте. Он находится сзади меня. Единственный момент, уточните, хочу для вас сразу же. Раньше были другие управляющие, и у него плохие отзывы. Сейчас мы прошлись по номерам. Номера, ребята, подготовили, все выглядит шикарно. Поэтому те, кто приедет в этом году на отдых, пишите новые свежие отзывы, как вам будет отдыхаться. Я знаю, что под их управлением находятся и другие отели, которые в Джимоте имеют рейтинг в Яндексе 4.9. Поэтому, ребятки, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь, чтобы вам отдых ничего не испортило. Они будут стараться, чтобы заработать хорошие отзывы от вас. Здесь примерно 300 метров до моря. Вот отсюда мы видим дюны. Имеется большая территория, которая находится под видеонаблюдением. Есть свой генератор, если вдруг отключат электричество. И большая парковочная зона для вас. Давайте постепенно знакомиться с тем, что здесь будет ждать вас, когда вы приедете. Под этим навесом будет реализовано кафе. С правой стороны есть детская зона с парыкзининым покрытием, на котором ваши детки смогут позаниматься. С левой стороны есть спортивные даже тренажеры. Проходим далее. Много разнообразных лавочек. Хорошее освещение территории. Здесь устанавливают уже мангал, будет работать шашлычник для вас, чтобы вам было вкусно и прекрасно. И не напрягаться приготовлением шашлыка самим. Есть озеленение. Здесь представлено туями. С этой стороны у нас вход. Сам отель есть дополнительный. И спуск в столовую. Проходим. Здесь с левой стороны барная стойка и зона бассейна. Бассейны подогреваемые. 29 большая зона и 30 детская зона. В осенне тоже можно искупаться и наслаждаться. Вокруг него стоят шезлонги для вашего комфортного отдыха. Вдруг вы устали ходить эти 300 метров до моря или там на море шторм и могли отдыхать именно здесь. Приезжайте со своими подружками, друзьями, родителями, детьми и отдыхайте. Наслаждайтесь и отдыхайте. Получайте максимальное количество удовольствия от отдыха на море. Чего я вам желаю каждому. Смотрим дальше. Здесь ребята доставят дополнительно еще столы с зонтиками, чтобы вы могли отдыхать. Это вот как раз таки касательно большой территории отеля. Здесь под плакучимой ивами есть еще одна беседка. А тут беседка для отдыха с розами. Очень красивая. Прям место, в которое хочется прийти и посидеть вечерком, чтобы понаслаждаться этим ароматом роз. А теперь давайте пройдем сам отель и познакомимся с ним поближе. Так сказать, те места, где вы будете отдыхать. С левой стороны пандус. Очень красиво реализовали эту зону. А здесь у нас лестница. И вход на рецепшн. Рецепшн здесь очень большой. Есть много места, где можно разместиться. Перемещение по отелю осуществляется при помощи либо лестницы, либо лифта. Лестница здесь довольно-таки широкая, просторная. Лифт тоже большой и вместительный. Можете увидеть, туда поместится довольно-таки много человек. Пока с рецепшн можно спуститься как во двор, так и с двора спуститься вниз на цокольный этаж в столовую. На цокольном этаже имеется столовая. Очень много мест для размещения. Сейчас ребята здесь установили раздачу. Примерно к 10 числу она уже полностью заработает. И буду рада видеть вас, гостей этого отеля. Также в столовой имеются детские стульчики. Мы находимся на шестом этаже. Смотрим апартаменты 602. Отличительной особенностью этих апартаментов является тем, что здесь, ребятки, находятся три балкона. Очень большие. Это прихожие. Все как у вас дома. С левой стороны место для хранения каких-то вещей, обуви. Тут можно повесить ваши вещи. Зеркало. Проходим направо. Здесь очень большая кухня находится. Есть место для отдыха, холодильник. На кухне диван тоже раскладывается. Посредине стоит стол. Он раскладывается. С левой стороны есть кухня с набором всей необходимой мебели. Есть духовка, микроволновка, чайник и варочная панель. А также посудомоечная машина. Здесь очень красивое панорамное освещение. Вы представляете, сидите за этим столом и будете принимать пищу с видом на море в окно. Это невероятно круто. Отсюда выход сразу на два балкона есть. Также имеется своя сплит-система для этой комнаты. И это первый балкон. Тут у нас вид на море и вид во двор. Правую сторону выход на еще один балкон. Хочу отметить, насколько здесь высокие потолки. Вот именно для этого Оксана у нас здесь и присутствует. Чтобы вы видели простор номеров. Как это выглядит. Потому что когда снимаю на камеру, так это не смотрится. Здесь у нас также вид на море, на зеленую зону вниз. Красота. Далее у нас проход в спальную комнату. Она тоже очень большая. Здесь имеется два выхода на балкон по обстановке. Есть торшер, кресло. Такая вот раскладывающаяся кровать. Есть двухспальная кровать. По прямой у нас очень большое зеркало, которое понравилось Оксане. Здесь тахта. Над ней будет висеть телевизор. Ребята уже заказали. Его привезут. С правой стороны есть тумбочка и торшер. Над кроватью горят бра. Отличительной особенностью этих апартаментов является то, что здесь вот такое вот большущее место для хранения. Здесь полотенца, дополнительные подушки. Место, куда повисеть верхнюю одежду. И много разнообразных шкафчиков и полочек. Выходим на балкон. Здесь он фантастический. Потому что панорамный вид на море имеет. И также на балконе расположена мебель. Здесь можно пройти к тому балкону. Выход второй. Посмотрите сами, друзья. Как приятно будет вам здесь сидеть, попивая кофе. И смотреть на наши красоты Черновогского побережья. Все закаты и рассветы вы не пропустите. Красиво. Смотрим санузел. Санузел здесь очень большой. С правой стороны огромное просто зеркало. Раковина с такой панелью. Мыльные принадлежности. С левой стороны стиральная машинка. Есть корзина для грязного белья. Далее идет унитаз. И очень большая зона душевая. Водичка бежит. Стоимость этих апартаментов в данный момент времени на 5 человек будет 7000 рублей. На шестом этаже есть еще одни апартаменты номер 606. Они немножко отличаются. Или можно сказать, что сильно отличаются от предыдущих. Доступ к номеру идет по картам. Заходим. Попадаем сразу в очень большую просторную комнату. Это идет как зал. Большой телевизор. Спецсистема над ним. Есть комод. С левой стороны места для хранения. Здесь два выхода. Также на балкон. Огромнейший диван. Посредине стол. Здесь еще дополнительное спальное место. Кровать. Здесь стол на 5 человек. Далее есть кухонная зона. Перед ней стоит холодильник. Здесь микроволновка. Варочная панель. И раковина. Также еще один стул. И место, куда разместить все принадлежности для приготовления пищи. Выходим на балкон. Здесь с шестого этажа. Также открывается панорамный вид на море. Пионерский проспект. И близлежащие гостиницы. На балконе имеется мебель. Стол. Два стула. Также можно сидеть. Наслаждаться прекрасными видами. Для вашего великолепного отдыха. Идем в изолированную спальню. Здесь двухспальная большая кровать. Две прикроватные тумбочки. Сплит-система. Зеркало. Большой шкаф для хранения ваших вещей. Места хватит, чтобы разместить большую семью. Имеются разные полочки для мелочевки. И еще один отдел с плечиками. У этой комнаты имеется свой изолированный балкон. Балкон удобный. Всегда хочется, чтобы был у вас свой. Если есть такая возможность, это прекрасно. И какой вид на наши дюны и море. Смотрим санузел. Здесь тоже большая панель. Зеркало имеется. Раковина. Проходим далее. Большая душевая зона. Унитаз. Здесь имеется тропический душ. Стоимость этих апартаментов сегодня также составляет 7000 рублей на пятерых. Если вдруг вам надо, вам предоставят еще доп. места. Что в тех, что в этих. Имеются вот такие вот детские кроватки. Как доп. места. На пятом этаже смотрим номер 501. Это двухкомнатный четырехместный номер. Доступ осуществляется по картам. Здесь устанавливается карта. Включается освещение. По прямой у нас проход в первую комнату. С правой стороны есть сумочница. Также куда повесить ваши вещи. Зеркало. По прямой у нас стул. Такой вот стол. Есть телевизор. Чайная станция. В столе имеется холодильник. В этой комнате у нас большое окно. И раскладывающийся диван. Сверху имеются бра и сплит-система. Смотрим вторую комнату. Она у нас тоже просторная. Здесь есть двуспальная кровать. Прикроватные тумбочки. Над ними бра и сплит-система. Выход на балкон. Будуарный столик. Перекатной стол. Стул. Телевизор. И место для хранения. Оно выглядит вот так. Здесь имеется еще сейф. Выходим в этом номере на балкон. Здесь на балконе есть своя мебель. Это стол. Два стула. И вид на зеленую территорию прилегающего санатория. Он недостроенный. Строился давно. Сейчас территория охраняется. Вам мешать оттуда никто не будет. Птички поют. Красота. Отсюда красивый вид на бассейн. Смотрим. Санузел. Здесь унитаз. Раковина. Зеркало. И душевая кабинка. Места здесь тоже очень много. Стоимость этого номера сейчас 5000 рублей на четверых. Пятый этаж номер 503. Это трехместный номер. Доступ осуществляется также по картам. И освещение включается с карточки. Заходим. В коридоре с левой стороны есть место для хранения. Далее идет место повесить ваши вещи. Верхнюю одежду. Сумочница. Зеркало. В комнате имеется две кровати. Двуспальная. Односпальная. Прикроватные тумбочки. Брас. Сплит-система. Напротив имеется стол с чайной станцией и телевизором. В столе имеется свой холодильник. Также два стула и выход на балкон. На балконе набор мебели. Два стула и стол. И вид также на соседнюю территорию озелененную. Внизу мы видим бассейн. Место для хранения выглядит вот так. Плечики. Сейф. И куда разместить ваши вещи. Смотрим санузел. Здесь раковина, зеркало, место для полотенцев, душевая кабинка и унитаз. Стоимость этого номера сейчас 3000 рублей. Пятый этаж номер 508. Доступ также осуществляется по картам. Заходим. Вставляем карточку под свет. По прямой у нас такое же размещение с правой стороны. Место для хранения. Дальше место для верхней одежды. Сумочница. Зеркало. Имеется стол, стул, телевизор. В столе холодильник. Напротив у нас двухспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Бра и сплит-система. Из номера есть выход на балкон. На балконе также набор мебели. Этот номер у нас уходит с видом на море. Даже с пятого этажа мы видим эту прекрасную полосочку, которая радует взгляд. На каждом балконе есть место, где сушить ваши вещи. Красота? Красота. Номер оборудован своим санузлом. Здесь унитаз, душевая кабинка, раковина, зеркало, место для полотенцев. Место для хранения оборудовано сейфом и плечиками. Сегодня этот номер вы можете снять за 2500 рублей. На пятом этаже номер 514. Это двухкомнатный номер с размещением до пяти человек. С правой стороны у нас есть место, куда установить вашу карту, чтобы включилось освещение. Дальше. Место для верхней одежды. Сумочница. С левой стороны место для хранения. Оно выглядит вот так. Оборудовано сейфом и плечиками. Дальше у нас диван, кровать, переносной стол и телевизор. Имеется своя сприт-система. В этой комнате окошко. В правую сторону вход в следующую комнату. Это у нас спальня. Здесь она очень просторная и большая. Есть двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Стол с зеркалом. Над ним имеется сприт-система. Здесь у нас чайная станция, стол, телевизор, стул. В этом столе есть холодильник. Из этой комнаты можно выйти на балкон. Балкон также оборудован мебелью и с видом на море. Место, где сушить ваши вещи, тоже имеется. Красота. Санузел в этой комнате выглядит вот так. Здесь есть унитаз, раковина, место для полотенцев. С левой стороны установлена кабинка душевая. Снять этот номер сегодня на пятерых можно за 6 тысяч рублей. Ну а теперь, дорогие мои, осталось нам дойти эти метры до моря. Здесь три прохода. С левой стороны больше рыночков. Здесь придется или влево, или вправо проходить, чтобы пройти. С левой стороны есть пешеходный переход. То есть именно тот проход. То есть более безопасно, наверное, и правильно туда идти. Но покажу вам справа вдоль реки Можепсин. Мне он нравится больше всего. Там тенистая аллея. И прям выходим на мой любимый пляж. Здесь есть столовые, мини-маркеты, разнообразные магазины, вещи, фрукты, овощи. Все, что вы хотите, продается. У вас тут никаких не будет вопросов о том, где питаться, что есть. Не переживайте даже за это. Инфраструктура вот в этом месте, на территории бывшего северного сияния, прокачана максимально. Есть абсолютно все. Тут на самом деле тот момент, когда можно снимать без остановки. Девчонки готовятся плести косички. Мы подходим вот к речке Можепсин и по прямой. Посмотрите, какая аллея тенистая, классная и прекрасная. Я считаю, что это один из лучших проходов к морю. Сюда, на этот пляж, постоянно приезжают люди, потому что его очень любят за чистое прекрасное море, хорошее настроение и позитивные эмоции. Пять минут прогулки ароматами морского воздуха. Мне кажется, это просто шикарно. По пути вам тоже всякие фуд-точки будут встречаться. Там, с левой стороны, есть еще и столовые. Ребята с сапами возвращаются. Пение лягушечек. Тут, кстати, в этой реке можно ловить рыбу, чем мои подписчики постоянно и занимаются. Так что берите с собой удочки, ребятки. Все включено, все в одном. Плаза. Новое какое-то заведение здесь появилось. Давайте глянем, что тут по ценам. Но цен нету, просто меню, к сожалению. Вот я почему черноморскую мидию вижу и другие вкусняшки предлагают. Молодцы здесь сделали красивое озеленение с розами. Появился еще один мастер. Слушайте, то ни одного не было. Тех тут целых четыре. С этой стороны на Пеневского проспекта через реку Можепсин. Тут ребята тоже готовятся к открытию какой-то торговой точки. Остается немножко до территории Боцмана. У них там сзади есть парковка платная, на которой можно парковаться. Хотя, может быть, в данный момент времени там даже работать бесплатно. Ну, отсюда уже начинается песочек и пляж. Пляж мой этот любимый, потому что я здесь постоянно всю зиму нахожусь. Катаемся во все шторма на кайте. И я его искренне люблю от всей своей души. Приезжаю сюда часто на закаты, потому что тоже машинку рядом поставил. И пошел отдыхать. Дальше здесь имеется настил, чтобы не ползти по песочку. Ребята придут в косички, продают круги разнообразные. Чего здесь только нет. Там кафе Боцман начинает работать попозже. Уже все оно запущено и готово. И мостик, кстати, от них работает. Когда-нибудь мы его обязательно посетим. Что-то пока не складывается уже много лет. Меня сюда зовут в гости. Ну, я уверен, что все получится. С этой стороны настил окончается. Можно было бы пройти и по той стороне. Здесь пляж Лагуна называется. У него тут куча названий. Можепсин, Лагуна. Изумрудный, красивый, прекрасный, классный. Отобрал у меня шлепки. Короче, говорит, дай я буду за тобой ухаживать. Вот такой вот у меня помощник. Спасибо тебе, дорогая. Чуть-чуть остается дойти. Как приятно идти по горячему песку, ребята. Я, кстати, сегодня так и не озвучу вам температуру. Когда мы приехали, начинали съемку, было 25 градусов. Сейчас, я думаю, что уже температура воздуха побольше. 30. Возле моря всегда температура ниже. Поэтому для меня всегда очень сложно указывать вам температуру. Какая она на самом деле. И постоянно происходят баталии и споры. А вот ты врешь. А вот это не так. А это то. А у нас больше. У нас меньше. Температура разная, ребятки. Здесь можно сказать, что выставились все уже пляжи. Здесь можно снимать шезлонги в аренду. С правой стороны есть бак, переодевалки. Вот классно, если бы еще в этом году, как и ранее, здесь появились души. Я бы этому, честно, очень обрадовался. Тут тоже есть переодевалочки, отдыхающие люди, получающие, как говорится, максимум удовольствия. Ну, а кто-то любители, в общем, рек у нас в России продолжают свое купание даже в Можепсине. Хотел бы еще отметить, ребятки, у нас сейчас идет цветение моря, но всегда можно найти чистые места. То есть вот мы по прямой подходим, здесь кристально чистое море. Поворачиваем вправо, там есть немножко водоросли. Проходите влево-вправо, не купайтесь в водорослях, если вам не нравится. Хотя зелененькие, они полезные, классные и прекрасные. Печально, когда они черные. Здравствуй, морюшка, вонящее. Как я по тебе сказал, какая вода теплая. Слушай, даже контраста нету. Вот это да. Кто-то не взял купальник сегодня. Угадайте, как ее зовут. Я хочу открыть сезон. Температура воздуха в море 28,1. Температура моря 24,7 показывает здесь. Ты бы хотела искупаться? Так, дорогие мои, вы сегодня увидели очередной отель. Надеюсь, что обзор был понятен. Еще раз говорю, пишите, если что-то не так, чего-то не хватило, какую-то вашу критику. Стараемся на все реагировать. Потому что обзоры снимаются в первую очередь для вас. Чтобы вам было полезно, вы знали, куда приехать. И отдыхали в этих местах с удовольствием. От души. С вами был Юрий Азаровский и Оксана. Всем пока. Увидимся в следующем видео, дорогие друзья. Но сейчас по традиции для вас немножечко море. Чтобы вы могли насладиться и получить максимум удовольствия от релакса и подготовки к путешествию на юга. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас надо идти монтировать видео, покушать чего-нибудь. Оксана сегодня крошку готовит. Но грустненько знаете, что выключается? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok